Сборник крымско-татарских имен выпустят в Крыму. Сегодня в Крымском инженерно-педагогическом университете состоялся круглый стол, где профессора вуза обсудили проблематику будущего сборника, а также внесли свои предложения по составлению научного труда. Авторы депутат Госдумы Руслан Бальбек и доктор исторических наук, доцент кафедры историки ИПО Владимир Поляков. По их мнению, сборник поможет государственным служащим правильно писать имена крымских татар, не допуская в них ошибки. «Хотелось бы отметить о таком понятии, как этническом каркасе, который позволил бы нам на самом деле ответить на вопрос, что значит быть крымскими татарами, потому что, что касается антропонимики, оно является составной частью культурного пространства. То, что, в принципе, и отвечает на вопросы этничности, это наличие общего языка, культуры, самоидентификации, поэтому наличие и создание вот такого перечня позволит получить еще один столб в этническом каркасе для крымско-татарского народа». Над созданием научного труда, по мнению депутата, должны трудиться также социологи и историки. В сборник будут входить исторические имена – арабские, персидские и, конечно же, тюркские. Идея создания – популяризация исконно крымско-татарских имен. По словам доктора исторических наук Владимира Полякова, только 5% новорожденных носят крымско-татарские имена. «Цель этого справочника – выделить, пропагандировать именно крымско-татарские имена. Потому что, если мы идем по пути арабских, мы должны писать «Ахмед», «Ибрагим». А мы на первый план выносим именно имена, как пароль. Что прочитал и знаешь, о, это крымский татарин, Ибраим, Амет, это наши ребята. И мы будем пропагандировать первоначально чисто крымско-татарские имена. Потом уже будут идти исторические имена, мемориальные и так далее. Как раз мы ставим задачу уйти от канонизации, то есть вернуться назад к арабскому языку. Пусть это будет правильно, но прошли века. Крымско-татарский народ сделал эти имена уже своими, но другими. И вот мы как раз за то, чтобы сохранить крымско-татарские имена». В обсуждении документа приняла участие заместитель министра юстиции Крыма. Она отметила, что такой сборник поможет работникам ЗАГСа не допускать ошибок в написании крымско-татарских имен. «Словарь нужен, чтобы был какой-то единый подход в регистрации, именно в присвоении имен детям при регистрации. Чтобы не было потом вопросов, что какое-то возникло разночтение, исходя из каких-то других традиций или соображений. Ну и это тоже возрождение действительно культуры, потому что есть очень красивые, очень звучные имена. Имена, которые за собой в нашу жизнь приносят какое-то красивое обозначение». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...